В музейном мемориальном комплексе «История танка Т-34» уже почти все готово к встрече. Три новые экспозиции будут представлены посетителям в субботу, 9 сентября. Одна из них, первые танки России, посвящена юбилею тяжелого колесного танка, который век назад сконструировал Николай Лебеденко. Испытание машина проходило под Дмитровым, где она, согласно легенде, так и осталась стоять. Сегодня сотрудники музея имеют все основания полагать, что нашли детали опытного экземпляра. Гости также смогут оценить работы, созданные во время путешествия по России на поезде «Победы» членами студии военных художников имени Митрофана Грекова. А еще увидеть образцы формы танкистов, служивших в прошлом столетии. Самому ценному экспонату в этой коллекции, которая называется «Сверкая блеском стали», «Почти сотня лет», – заверил журналистов-экскурсовод. Кроме того, почитатели ратного дела смогут взять уроки батальной графики у профессиональных художников, освоить азы военной подготовки и построить танк из листа пищи бумаги. Эти мероприятия – часть третьего военно-исторического фестиваля «Москва побеждает», посвященного празднованию 870-летия столицы. 9 сентября в этом году и 10 сентября – День города Москвы. Рядом с нами День города Ломни. Это для нас тоже знаковый момент. Но и еще Музей истории «Танк Т-34» естественно отмечает праздник, который состоится 10 сентября – День танкистов. В этом году это 61-я годовщина. Кульминацией праздника станет военно-историческая реконструкция одного из сражений Великой Отечественной войны. Реконструкция у нас, конечно, немножко меньше, чем ежели ее проводил бы Парк Патриот. Но она тем еще и более душевна. И те, кто живет в округе, для них уже это становится какой-то такой камерный, домашний, традиционный способ повидаться и с музеем, пообщаться друг с другом и посмотреть эту реконструкцию. Битва назначена на 15 часов. В постановке примут участие сотрудники Музейно-мемориального комплекса «История танка Т-34», Центра живой истории «Китежград», воспитанники патриотических и исторических клубов и объединений Москвы, Подмосковья и других регионов России. Мы приглашаем всех. Если на мероприятиях сейчас принято писать 8+, у нас можно написать 0+, если родители это считают, с учетом погоды. Все остальное, шумовые эффекты ограничены. Возможность посмотреть, переспросить, уточнить, присутствует максимальная. Напомню, Музейно-мемориальный комплекс «История танка Т-34» расположен на 36-м километре Дмитровского шоссе. В субботу, 9 сентября, его двери будут открыты с 11 часов. Надежда Трифонова, Константин Химичев, информационная программа «День». Суббота, Константин Химичев, информационная программа «История танка Т-34»